Кто хочет задать вопросы? Прошу. У перерыва еще есть несколько минут, можете задавать вопросы. Ирина Викторовна, а Вы в циклопрегии какой препарат использовали в практике своей? Я использую циклопенталат, двухкратный или трехкратный, или атропин 0,1%. И иногда у нас есть еще аптека, которая мне разводит 1% атропин, и я получаю те дозы атропина, которые мне нужны и 0,2, и 0,3. Маленькие, конечно, дозы они не делают, поэтому дробную циклопрегию, конечно, при близорукости мы не проводим, а такую циклопрегию мы можем и имеем возможность пока делать у нас в городе. Еще вопрос к Вам. Какая циклопрегия Вам больше нравится? Ну, атропиновая, конечно, длительная циклопрегия. Какая циклопрегия Вам больше нравится? Атропиновая, длительная циклопрегия. Вопрос к Светлане Юрьевне. Как часто и насколько надолго Вы назначаете атропиновую циклопрегию? Атропиновая циклопрегия, я ее очень люблю использовать, но здесь всегда очень важен комплент с родителями. Если родители понимают, для чего это, и согласны на длительную атропинизацию, мы с ними подписываем дополнительное соглашение на проведение вне инструкции флэйбл, потому что нет тех процентов, которые нужны ребенку, и они уже начинают капать атропин. Минимальный срок использования – это 7 дней для выявления всей рефракции. Лучшим вариантом является все-таки двухнедельная циклопрегия атропином, как советовал учитель. Но в нашей жизни, к сожалению, все относительно. И когда приезжают пациенты из других городов, мы физически не можем с ними провести другую циклопрегию, кроме как капать на приеме двух-трехкратно цикломед с правильным ожиданием по времени. Не через 20 минут смотреть, а через 30-40 минут, чтобы капли подействовали хорошо и правильно. Я могу сказать про себя, конечно, что я фанат атропина, и я очень люблю пенализацию, и мы атропину используем при пенализации годами с получением, я бы сказала, шикарных результатов при нецентральной зрительной фиксации. И в этой ситуации мы используем 0,1% атропин ежедневно, чуть другая схема его использования. И за время моей практики 27 лет любви к пенализации я не получила ни одного осложнения от использования атропина годами. То есть у нас пенализация идет от года, двух, трех и порой даже до шести лет. Да, да, да. Полина. Я в продолжении темы, все-таки тоже я очень люблю атропин. И хочу сказать, что атропин на стране не запрещен вопреки вот такому мнению, да. То есть в клинических рекомендациях написано в экспертных и особых случаях особых. Я считаю, что случай, когда мы видим рефракцию плюс 2, а на самом деле она плюс 10, это вполне себе особый случай, да, его можно тоже обосновать. Вот, по поводу дальнейшего длительного закапывания, то есть я назначаю, скажем, атропин на 3-5 дней, да, как с циклоплегической уже целью. Дальше я пишу, что у пациента имеются побочные эффекты в виде паралича аккомодации, светобоязни и так далее, да. То есть я их спрашиваю, ну как дела там, все хорошо-хорошо, на свет как реагируем, да, солнышко мешает. Пишу это в карте, что выявлены побочные эффекты, и раз выявлены побочные эффекты, я как врач имею право снизить дозу. Это прописано тоже, в общем-то, ну, мы имеем право снижать дозу. И дальше мы пишем, что показано снижение дозы атропины. Все, мы ничего больше не нарушаем. Вопрос. Скажите, пожалуйста, оптимальную схему пенализации. Насколько мы можем выключить здоровый глаз без вреда для его зрительных функций? Пенализация не подразумевает постоянного выключения глаза. Во время пенализации ведущий глаз является видящим вдаль, а амблиопичный глаз видит вблизи. Если мы назначаем, то есть глаз работает, и вот здесь нет постоянного выключения глаза, как при прямой окклюзии. Если мы назначаем тотальную пенализацию, когда ведущий глаз не видит ни далеко, ни близко, то мы чаще всего используем опять в режиме по перемен на прямой окклюзии, то есть комбинируем. В самых сложных случаях, например, шесть дней в неделю пенализация тотальная, один день оптическая для того, чтобы ведущий глаз сработал и смотрел. Это зависит от состояния зрительной фиксации, строкозрения, то есть то, чем мы занимаемся в данной ситуации. В большинстве случаев, например, проще родителям чередовать так, в детский садик и на улицу они везде начнут оптическую пенализацию для близи, в которой ребенок абсолютно адаптирован очки любит, он их ищет, а дома уже под надзором родителей надеваем так называемые нелюбимые очки, где ведущий глаз не видит ни далеко, ни близко, и они, исполняя такую схему лечения, получают хороший результат. При тотальной пенализации мы сразу переходим к попеременной, ну или же все-таки ждем, когда будет ухудшаться ведущий глаз? Ну, качество зрения, то есть мы сразу можем применить вот это вот 6 дней тотальной пенализации, и один день он, например, отдыхает, или же все-таки мы наблюдаем, смотрим, что у него началось ухудшаться зрение на ведущему глазу, и потом уже, соответственно, назначать? Если вот сейчас идет разговор об окклюзии, как о тотальной пенализации, допустим, на 6 дней в неделю, 14 дней, там, 13 к одному, либо полная тотальная пенализация в виде заклейки на 4 месяца, как бывает назначаем при нецентральной фиксации, тогда мы качество зрения проверяем и смотрим. А при атропиновой тотальной пенализации мы ее назначаем всегда в состоянии комбинации, в большинстве случаев просто тотальная пенализация, как один способ лечения, он назначается крайне редко. Поэтому здесь о потере зрения ведущего глаза речи не идет. Не снижается, не успевает. Еще вопросы? Коллеги, хочу поделиться своим опытом вкратце. Я добавил к обычной классической пенализации еще гиперпенализацию. Когда на ведущий глаз назначается недокоррекция примерно в полторы диаптрии, он получается пресбиопичный гиперметроп при зрении вдаль, а на амблиопичный глаз назначается гиперкоррекция такая, при которой искусственно глаз вводит состояние миопии в 3 диаптрии, 3,5. В таком случае этот глаз гораздо лучше адаптируется к зрению вблизи. Вы же знаете, что при амблиопии резервы аккомандации чрезвычайно низкие. И в такой ситуации амблиопичный глаз намного быстрее восстанавливает свое зрение и нормализует центральную зрительную фиксацию. И на один день в неделю остаются обычные классические очки для пенализации, в которых оба глаза приравнены к эмитропии. Просто по практике работа с гаджетами, если там проблемы с бинокулярностью идут, небольшие, скажем так, уровень декомпенсации, мы можем использовать с вами окклюзию для дома, когда ребенок работает. И у нас не будет тех проблем, которые получаем. То есть если есть необходимость для школы, естественно, мы даем себе тренировки и упражнения, мы все делаем, а дома добавляем некоторую окклюзию. Просто объясняем, и у нас не будет тех проблем. Как-то так. Да, согласен, но пенализация сама выполняет роль окклюзии и настолько великолепно. А, это про то. Ага, да-да-да. Ну, если вопросы все закончены, то объявление сделает Светлана Михайловна. Елена Михайловна, извините. И, наверное, все разойдемся на обед. Спасибо.